49 лет на службе Отечеству, 7 орденов, 15 медалей, десятки художественно-публицистических очерков, повести, основанные на реальных событиях. Это наследие генерала Козыдуба. Он и сегодня продолжает работать, собирая материал в архивах, интернете. Я нашел в восхране дневники немецкого солдата. Он написывает вот свое впечатление о начале войны и так далее, и так далее. И у меня возникла мысль сравнить мои мысли и впечатления от этой войны и его, и описать книжки. Вот я написал этот разговор «Пера и автомата». Ну он пишет вот, какие русские хорошие, что это добрые люди. Свой дневник Георгий Иосифович пишет всю жизнь. Он ушел на фронт в 17 лет с дипломом педагогического училища и блокнотом в гимнастерке. Трудный, мужественный и красивый путь. О ранениях, когда жизнь висела на волоске, предпочитает не вспоминать. На происходящее событие имеет свое мнение, которое не всегда совпадает с официальным. О чем свидетельствует повесть «Семь главкомов РВСН без ретуши и грима». 20 января этого года Георгию Иосифовичу исполнилось 90 лет. А эта вот книга моя, 91-й, она совпала. Мой 91-й и тот 91-й год, когда развалился или исчез, или развалили Советский Союз. Понимаете? И я, значит, вот описываю события тех лет. Вот я уже был в отставке. Жили мы на даче в августе месяце, когда это событие началось. И, конечно, мы видели, потому что Можайское шоссе. И вообще это я так понимал, все было завалено, заставлено войсками. Я приезжал в главный штаб ракетных хор стратегического назначения. Предлагал свои услуги. И со мной делились генералы, начальники, начиная от начальника главного штаба и все остальные генералы. И вот это я все описываю там, свои впечатления, свои от этого, от этих всех событий. Уже готовится к печати новый фолиант. Рабочее название пережитое. Книгу украсит рисунки автора, а график Козыдуб талантливый. Как кадровый офицер, защитникам Родины он желает. Задача наша не победить, а не дать, чтобы возможности, чтобы не было войны. Чтобы мы были такими мощными, чтобы мы были таким этим, что на нас никто зуб не имеет. Это чтобы нас охраняла наша армия. Не воюя. Алексей Логутин, Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.